Субтитры создавал DimaTorzok По-моему, полноценнее не придумаешь С разными героями Это рок-опера Окситания 40 треков, два с лишним часа музыки You are welcome, пожалуйста, слушайте, смотрите Фильмы очень люблю смотреть Властелин коллекции смотрю каждый раз как в первой Ничего не понимаю Спрашиваю, и Хоббитов я всех посмотрю Гарри Поттера я смотрю все время, постоянно Тут даже что-то взяла, диск поставила Скучно мне стало Посмотрела Гарри Поттер То есть, в принципе, к фэнтези я отношусь спокойно Есть какие-то моменты, которые, конечно, меня очень задевают Просто вот, как бы, по душе, по душе, по душе Так, крылышком хорошо Вот Сапковский, я очень люблю Сапковского Вот «Ведьмак», «Башня Шуток» Вот это вот все, это все мое К металлоперам я отношусь спокойно Потому что, ну, те металлоперы, как какой-то вирус попал в рок-группу И все стали шлепать одну металлоперу У меня иногда создается такое впечатление, что люди не понимают, что такое опера Как это все должно быть Мне не нравится эта эпидемия Вот это не группа эпидемия, а эпидемия рок-опера Вот, эпидемии, они молодцы, они как бы идут по своей стезе Это все, эпидемии можно А вот то, что вот этот вал пошел в рок-группу И даже сейчас первое время чумы решили воплотить И обидели Александра Сергеевича, на мой взгляд Вот, я считаю, что не стоит Лучше выпустить один качественный, пусть концептуальный альбом Чем увлекаться вот этими металлоперами При том, что везде практически одни и те же исполнители Вот, я вот так, мне хотелось бы пожелать Вот, если люди пишут металлоперы, то ищите каких-то новых исполнителей Они есть Надо просто пошуршать, поискать А когда одни и те же исполнители кочуют из альбома в альбом Из оперы в оперу И количество не всегда определяет качество Вот я рада в моей жизни При том, что я могу вам настрогать этих металлопер Этих либретов, стихов Было две рок-оперы Это рок-опера-стадион с Александром Борисовичем, опять же, Градским Вот, и рок-опера Окситания Замечательно Главное вовремя остановиться И заняться чем-то другим Отдохнуть от оперы Вот так вот Так что ничего особо такого хвалебного не могу вам сказать А Окситания уже есть Так что ваш вопрос, видимо, немножко устарел Или вы просто невнимательно смотритесь за тем, что у меня происходит в песочнице Давайте поговорим тогда о вашем грядущем альбоме альтернативном Чего ждать людям, знакомым с вашим творчеством от этого альбома? По всей видимости, это уже будет кардинально другая Маргента С более прямыми, хлёсткими текстами Чего нового в этой работе вы находите для себя лично? В этой работе для меня всё новое Если раньше я как бы в основном изъяснялась изоповым языком То есть, в принципе, любую песню Маргента можно взять И умело препарировать, найти там и второе дно, и третье дно, и четвёртое дно То здесь всё, ну на мой взгляд, гораздо проще Хотя люди, которые сейчас делают со мной этот проект Говорят, что Маргарита, а вот они же не знают, что вот это такое А они же не знают, что это такое Я говорю, ребят, ну я же не могу вообще уже совсем уходить на уровень детского сада Вот допустим, в одной из песен Это действительно, то есть там всё новое для меня Музыкальная стилистика совершенно новая Там какая-то альтернатива Хип-хоп, рэп Всё это так вот замешано Даб-степ То есть, прежде чем приступать к этому Я получила массу ссылок От человека, который меня подбил на это Это гитарист Александр Корпусев Он альтернативный человек Знает американскую музыку Хорошо знает альтернативу И вот это вот всё, вот эту жуть, вот эту хип-хоповую Все отсветления, он всё это знает И он мне прислал кучу ссылок И я сидела, накачивалась вот этой музыкой Проникалась этой музыкой Обнаружила вся массу интересного Интересного приёмов, инструменты Ведь много этники, там как-то вот это всё решается Интересно, ритмика такая интересная И, конечно, содержание Но, опять же, английский язык здорово отличается от русского Вот загвоздка там Слова-то у них короче, чем у нас Вот, и поэтому, допустим, я там пишу Там, допустим, в одной из песен там перечисляю Да, вот, Куртки Кобейна Ну, это такой привет проекта Куртки Кобейна Штаны Моррисона Это мы ещё обсуждали на Сленде А если есть Куртки Кобейна, то вот штаны Моррисона И появилась композиция, которая называется Штаны Моррисона, руки Гевары Хороший был вопрос исполнителя А почему руки Гевары? Я понимаю, что люди не знают почему Я-то знаю, что ему отрубили руки И прислали Фиделю в банке Вот, оказывается, там Вот проще звезда Гевары Вот проще берет Гевары А мне нужны именно руки Гевары Да? Объяснил, и товарищ понял Исполнил Я говорю, а руки так хорошо было Я же ему лечил Вот, или там галстуки Джерри Гарсия Я знаю, кто такой Джерри Гарсия Грейфул Бэт Группа, да Он хорошо рисовал Наркоман Папа Медведь При этом он У него была линия модных галстук У меня есть один приятель Переводчик очень хороший Вот, который ходит вот с таким галстуком Джерри Гарсия страшно гордится Что у него этот галстук есть Ну, я это знаю, кто-то не знает Ну, спросите, я объясню Правильно? Вот, мне так кажется Вот, поэтому в этом проекте Я, как бы, себя тоже не очень ограничиваю Где-то очень конкретно все То, что, вот, допустим Не очень допустимо В группе Кипелов Или в группе Али А где-то, вот, ну, опять вот так вот Но очень интересно Я не знаю Что ждать Люди, которые любят ортодоксальный хэви Которые привыкли к Нафталиновому, как я его называю Хэви Ничего хорошего от этого проекта ждать не могут Я представляю, что будет, когда он выйдет Поэтому Я решила Немножко Смикшировать Удар От альтернативного проекта И параллельно я делаю с людьми Которые Любят такую корневую Вот этот хэви Мы тоже делаем Композиции То есть, возможно, даже если Получится Если мы до этого доживем Двойной альбом будет То есть, один получил Фашист гранату В виде альтернативы А другие фашисты получают гранату В виде Ну, более-менее традиционного хэви Вот такая у меня хитрая задумка Желание выпустить альбом В несвойственном для вас жанре Оно обусловлено тягой К поиску новых форм Для воплощения идей Или же вашими личными музыкальными предпочтениями Не, новую форму Ну, что-то нового хочется Ну, надоело мне уже это все Слава богу, есть какие-то отходы На последнем альбоме Прогрессив Есть это все Слава богу, да Ну, хочется же попробовать что-то новенькое Мне очень хочется написать фольковый проект Я даже знаю содержание какое-то будет Это будет языческое такое, да Вот, ну, надо найти с кем Ну, российская сцена фолком богата Ну, они все делают свое Думаете, они не захотят посотрудничать? Нет, ну я в свое время разговаривала с Хилловисой И предлагала ей свои фольковые тексты Она говорит, а я все это перепишу по-своему Она же сама прекрасно пишет Вот, значит, надо искать Ну, я думаю, я найду Ну, что там люди-то Сумасшедших-то много Повоюем Есть ли принципиальные отличия в процессе работы над новым альбомом В сравнении с тем, как создавались предыдущие релизы проекта И какие возникают трудности Как быстро находятся решения? Решения не находятся Ну, как находятся? Заглянешь в собственный кошелек и находишь решение Трудности финансовые Студия повысила расценки Это я честно говорю За сведение мы договорились Ну, поэтапно как бы я буду платить Но все-таки То есть, ну, денег Нет, как всегда Ну, а у кого они есть? Ну, у кого-то они и есть А у нас их нет Потому что все было просажено на предыдущий проект Вот Это вот в основном финансовые трудности Творческих трудностей нет Как всегда бывает в начале Да? Все совсем согласны Все дружат друг с другом Все прям вот готовы Там, компромиссы Все Что будет дальше? Я представляю, что будет дальше Это обычный процесс Вот Но пока все идет очень хорошо Чисто творчески Все идет просто прекрасно А концерт коллектива Маргента Это несбыточная мечта? Нет, я думаю, что сейчас С новым проектом Вот с этим вот С альтернативным И вот С уравновешенным Который будет как бы баланс С хэви Да? Мы что-нибудь сделаем Потому что Живые То есть Вот эта вот хэви группа Она живая Не надо собирать Если только там Ну, пару вокалистов пригласить А династии Выступить Как с какой-нибудь программой The Best А как я выступлю Когда никто ничего не делает Ну, вот Это вопрос Времени денег Или это вообще мечта? Это только деньги Мы считали Вот я так примерно Прикинул, сколько нужно Для того, чтобы оплатить Репетиционную базу Состав же должен Или мы должны Если под минус выступать Вопросов нет Но это неинтересно Да? Вот Это хоть сейчас под минус Мы выйдем и споем Все готовы Петя Илфимов готов Сергей Сергеев готов Борисенков Текст отпечатаем Споет Вот Все, пожалуйста Но это же неинтересно Под минус Должны же быть живые какие-то Потому что тут должно быть Конечно и забито Запрограммировано А что тут живые музыканты Группа Лифлера Готова Пожалуйста Но Оплата репетиционной базы Музыкантам тоже надо что-то платить Аренда зала Аренда аппаратуры Извините Я колотилась по этому поводу Одна Всем остальным Не очень это все нужно Как я понимаю Вот Ну Значит Останется Неизбыточной мечтой Или объявятся спонсоры Не объявятся А есть ли выступления Посидеть Которые у вас Когда-то Была возможность Но В силу обстоятельств Вы этого не сделали И теперь Жалеете об этом Я жалею о том Что я не пошла на концерт Дилу Когда он здесь был Последний раз Вы были на его концертах? Нет На Дилу я не была На Купере я была Ну то есть там Глоу Этот самый Роджер Уотерс Вот эти все ребята Это я все ходила Вот Плант Когда первый раз приезжала Потрясающий концерт в Олимпийском А здесь вот Дилу И какие-то были дела Вот Какие-то были дела И я что-то там У меня дела И вот Да ну ладно Сейчас пойду Все Вот это вот Как-то вот у меня И еще одно Был тоже Незарубежный исполнитель Наш Исполнитель За которого Я там поругалась На фейсбуке С знатоками русского рока Саша Бушлачева Вот был его Квартирник Последний Меня от вас Звала Вот эта вот Тимашева Марина замечательная Она дружила И с Бушлачевым И мы с ней дружили Театровед И вот У нее на квартире было Ритуля приходи И опять какие-то дела Вот Это был его Последний конец И вот я себя за это ругаю А почему поругались? С кем? Из-за Обсуждения концерта? Ну потому что Там глупости писали Что Бушлачев Это никто Кто такой Бушлачев Ты его знаешь И 20 человек Из твоих Его знает И он ни разу Не музыкант И он ни разу Не поэт Ну Привет знатокам Да нет Ну это Сидят и гундят Извини меня Вот эти вот Ой Не хочу про них говорить Можете назвать Один главный концерт В своей жизни Который вы посетили Наверное Тот Где Градский пел Хаос Узра Стадион Это первый мой Рок-концерт Когда я увидела Что делает толпа Что делает музыкант На сцене И славная венгерская полиция На конях Какой год примерно был Делал билеты С адъютантом На черной Волге Нас там привезли Адъютант Четко выставил Весь концерт Бедолага Я представляю Я думал было Плохо Вот И потом Когда стадион Мадьяры Они более продвинутые Чем мы Они уже знали Стиви Вин А мы еще нет Вот И потом Когда толпа Ночи там Все бесчинствовала Там орала Там все Полиция Нам идет Девочки Быстро 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 Пошли отсюда Пошли Как бы чего ни случилось Скажем И увел От греха подальше Вот Вот это был Главное А все остальное Уже Как бы приложение Идет к этому А вот Возвращаясь В наше время Концерт Какой группы Вы себе Точно не позволите Пропустить Наши А я все Концерты Теперь Пропускаю То есть Нет такого Исполнителя Который Я не хочу Смотреть На старых Рокеров Я их Опять же Это та же самая Система Вот Плант Да Я его обожаю Плант Вот я его Видела Когда он Первый раз Приехал Он еще был Пел Саппелина Замечательный Нет Может быть Если Грета Ванфлид Приехал Может быть Я пойду Подрастающее Поколение Да На Озика Я не могу Смотреть Я его Очень люблю Озика И вот Я выкладывала Себе этот Его концерт В Лос-Анджелес Новогодний Он далеко От микрофона Не отходит Потому что Надо держаться За микрофоном Вот Ну в июне Пару ведер Вылил В зал В Олимпийской Я представляю Сколько Медикаментов У него Качали Для того Чтобы он Это сделал Ну в общем Не знаю Вы не раз Говорили Что уважаете Отечественных Рэп Исполнителей Вот В том числе Буквально Несколько минут Назад А можете Назвать Зарубежных Исполнителей Виталий Виталий Их очень много Вот сейчас В связи с прокачкой Информации Их очень много Но мне понравился Такой чернокожий Мужчина Сейчас скажу Боди каунт А СТ Это Вот Это ритмика Никакого чувства Отвращения Ты не испытываешь Когда ты смотришь На кого-то Из гвардии Блэкстар Вот я лично Испытываю чувство Отвращения А вот тут нет Пластика Ритмика Улыбка Это замечательно Все Музыка какая Там же очень Интересная у них У всех Бандитов музыка Изначально Эминем Но нет никого Кто бы сравнился Вот где-то наш Дельфин подходил Ну сейчас Он уже В какую-то Другую степь Пошел Он лирику читает У него Прекрасные стихи А боди каунт Вообще Такие ребята Это не молодые Они с 90-х годов Да Да На Хендрикса Блокавер Да Вот кстати Да Вот Мне очень нравится Потом Да Сет Такие есть Да Знаю Таких Классные Ну это Вот Как раз Из Того Что можно назвать Рэп-метал Да Там Утяжеленные Вот это Ну мы В проекте Это и делаем То есть У нас все-таки Утяжеленные Там вот эти Гитарки Там вот это все Ну не знаю Как То есть Вот Скреликс я Выкладывал Мне тоже Очень нравится Очень интересно А вот Индиан Стоит Индиан Стрит-рок Вот это вот там Немного Немного Перейдем К литературе Стоит ли Ждать Выхода Книги О сериале Сыны Анархии Над которой Вы работаете В ближайшие Год-два Или для ее Подготовки Я сделаю Все Чтобы в течение Этого года Закончить Работу Потому что Это стыдно Просто стыдно Но Меня все Иногда Отвлекает Потому что Когда меня Не отвлекали Вот Наши все Закончились Все наши Вот эти вот Писания там Текстов У меня как бы Окно было Я сидела За вот этим Столом Вот с той стороны Сключившись Вот так вот У меня все Кости болели Я писала То есть В принципе У меня есть Брошюра Там где я Особенно Не вдаюсь В подробности Она у меня Готова А потом У меня Понесло Дальше Я же стала Глубоко Изучать персонажа Вот И вот сейчас У меня Глубоко Изучен Весь То есть У меня уже Главы Есть Большие Готовы То есть Вот глава Есть по Эпизодическим По Камелу Там где Стивен Кинг Мэрилин Мэнсон Вот эта вся банда Да Генри Роллинс Там шикарно У меня Просто Все рассказано Про его железо Про его идеологию Может там фашисты Играть Нацисты Настоящие Вот По Джейме Огромная голова Есть По Эмблеме По Жнецу С такими заходами Куда-то Вообще В такие дебри Ну Докторскую Я не знаю Если меня не засчитают Я обижусь Вот Про Клея Практически У меня Все написано Джекса Я не люблю Про него Придется писать Вот И Совершенно готовая Статья По самому Треку Это Самая Голова Самая толстая Не все Не 483 Конечно А меньше Вот Но там Есть интересные Моменты Вот по поводу Джеммы Тут Одна девушка Очень Интересуется В главе Посвященной Джемме Вы Представили Детальный Психологический Портрет Ее Насколько Вам импонирует Эта неоднозначная Героиня И близок Ли вам Подобный Образ Находите Ли вы В себе Что-то Общее С ней Стервозность Это Наверное Общее Она же Такая Стервозная Она мне Очень Импонирует Я люблю Таких Женщин Волевых Она Волевая Пусть Она Где-то Чего-то Сподлич Это Немножечко А в Принципе Настоящая Мама Байкера Она Главная В принципе Все И Чипс И Тик И Банда Чак Все Пайни Они же Ее Признают Главное Королева Королева Только Не такая Мягкая Как у Шекспира Гертруда А Именно Такая Королева Мне Вот такой Тип Очень Близок Я Понимаю Что На мужиков Положить Нельзя Мужики Это Субстанция Мягкая Легко Поддающаяся Всяким Течением Шепоткам Там Все А она Очень Цельная И Вот Это Мне Очень Импонирует За каждым Великим Мужчиной Стоит Женщина Которая Еще более Великая Чем Он Да Джем Это Все Я Собственно Сериал Тара Катастрофа Полная Чисто Психологически Вот У Энди Она Близка К Джем Они По духу Они Из одного Караса Как говорил Коктов Негод А Тара Это Совершенно Из-за Нее Вся Вот Эта Багет Началась Почему Потому что Она Чужая Здесь Вот Джем Для Меня Вот Я Очень Внимательно Все Изучила Там Как И Что Вот Ее Жизнь Ее Отношение С Матерью Отношение К Отцу Все И Вот Эта Последняя Сцена Когда Она Понимает Что Ее Убьют Она Понимает Она Выходит В розовый Сад 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 Прекрасный Персонаж Можете Назвать 3-5 Главных Лично Для Вас Книг Вышедших В 21 Веке Ну За Весь Век Я Сказать Не Ну На Текущий Момент Ну Стивен Кинг Естественно Из таких Из развлекательных Скажем Ужастиков Последняя Книга Спящая Красавица Шикарная Совершенно Хотя Я читаю Отрицательные Отзывы Мне очень понравилось Я проглотил Моментально Вот И у него Потом Этот пост Дан Окончание Мистера Мерседеса Я не помню Там По-моему Мерседес Тоже Выходил То есть Вот эта Серия Кинга Из Более-менее Серьезных Иен Макьюин Есть Амстердам Потрясающая Книжка Про музыканта Про журналиста И про Эвтаназию Вот Очень интересная Книга С такой Интригой И его Книга В скорлупе Я не знаю Почему Но это Широко Я не думаю Что он Широко Как бы Известен Я для себя Открыла Нила Геймана Причем Его эссе Его Впечатления От музыкантов Очень интересная Вот Ну естественно Американские боги Ну вот Это вот И сказки Его Потрясающие Рассказы Триггер Вот этот Сборник В общем Очень интересно Из наших Кто Ну Не знаю Может быть Иванов Или Алексеев Алексеев Так особо Прилепен Что-то мне Разонравился Раньше Он мне очень нравился Когда Была черная Обезьяна Патология Вот Очень сильно Была Сейчас Как-то Не пошел Вот Открыл Для себя Лукьяненко Я все Его презирала Презирала А тут Вдруг Я как Набросилась Как стала читать И вот Корпусев Этот гитарист У него Огромная Библиотека Лукьяненко Он мне Просто Такую вору Принес Я еще Не все Дочитала Вот Спектр Все Дозоры К своему Ужасу Я прочитала В интернете Что он Седьмой Дозор Пишет Но это Будет Точно Уже Последний С его слов Я думаю Дай бог Чтобы Это был Последний Потому что Я думала Последний Шестой И успокоилась Прочитала И все Хорошо Вот А у него Вообще Он очень похож На Стругацких Вот Черновик Чистовик Вот это Там вот Что-то Слышишь С родной Вот это Стругацких Вот Ну а вот Из серьезных Это Макьюин Да Давайте Перейдем К кинематографу Ой Слова Ленина О том Что из всех Искусств Для нас Важнейшим Является Кино Они знакомы Каждому А насколько Другое Продолжение Какое-то Нет Я потом Еще Тоже Загуглил Про цирк Говорили Цирк Покуда народ Не образован Что-то такое Нет Цирк Это наше Все Это ему Приписывают Такого Он не говорил Насколько Актуально Такое заявление В 2019 Году Да нет Мне кажется Совершенно Не актуально Потому что Сейчас народ Переключается Активно С кино На сериалы Которые По своему Художественному Уровню Ну во всяком Случа Зарубежные Сериалы Давно Переплюнули Уже Кинематограф Традиционный И по сюжетам По подаче Съемки Прекрасные Актеры Играют То есть Мне кажется Что Совершенно Не актуально А тем более У нас Если смотреть Наши Отечественные Фильмы Ничего Хотя Есть Тамарин Маме Традиционный 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 Традиционный